Познание Вселенной Действительно, взаимное расположение звезд при взгляде с Земли практически не меняется на протяжении тысячелетий. Поэтому и сейчас на небосводе мы находим силуэты созвездий, выделенных в глубокой древности. Безлунными ночами на небе можно заметить тусклую светлую полосу. Это свечение настолько неяркое, что многие современные горожане ее никогда не видели. Однако в прошлом, когда ночное небо было темнее, многие народы обращали внимание на таинственное свечение. И каждый из них по-своему старался его истолковать. У болгар это был путь грешников. У турок дорога в Мекку. У китайцев звездная река. Эта туманная полоса замыкается в кольцо и охватывает все небо. Древние греки называли ее Галактикоз или Молочное кольцо. Вслед за ними мы называем ее Млечный, то есть Молочный путь. На самом деле загадочный Млечный путь это гигантское скопление звезд, наша Галактика. Сегодня мы уже немало знаем о ней, но многие ее тайны еще не раскрыты. Так какая же она? Галактика Млечный путь. Млечный путь. Галактика Млечный путь. Галактика Млечный путь. Долгие века Млечный путь оставался загадкой для ученых. Его истинную природу удалось раскрыть только в начале 17-го столетия, когда появились первые телескопы. И тогда Галилео Галилей, впервые используя телескоп, пришел к выводу, что свечение Млечного пути создается множеством далеких звезд. Первым, кто пытался построить реальную карту нашей звездной системы, был выдающийся английский астроном Уильям Гершель. С помощью изготовленного им телескопа Гершель вместе со своей сестрой Каролиной подсчитывал количество звезд на небольших участках, разбросанных по всему небу. Произведя около 700 подобных подсчетов, или «звездных черпков», как их называл сам Гершель, он построил первую модель Галактики. Для этого потребовалось несколько лет. Согласно представлениям Гершеля, Галактика имеет форму плоского диска, толщина которого уменьшается от середины к краям. Солнце находится в самом центре. Используя современные единицы измерения космических расстояний, можно сказать, что для того, чтобы пролететь этот диск от края до края, световому лучу потребовалось бы 6000 лет, то есть его размер составляет 6000 световых лет. Толщина диска составляла примерно 1000 световых лет. Огромные космические расстояния часто измеряют в световых годах. Скорость света — это самая высокая скорость движения в природе. За одну секунду свет проходит 300 тысяч километров. А световой год — это расстояние, которое преодолевает свет за один земной год. В пересчете на километры световой год равен 9,5 триллионам километров. К началу 20 века размеры галактики оценивались уже примерно в 100 тысяч световых лет. Это расстояние казалось настолько огромным, что многие астрономы отождествляли галактику со всей Вселенной. Но уже и тогда некоторые ученые были убеждены в существовании иных звездных систем, кроме нашей галактики. Но прямых доказательств этому тогда не было. Они появились благодаря выдающемуся американскому астроному Эдвину Хабблу, работавшему в обсерватории на горе Маунт-Вилсон. Хаббл проводил наблюдение туманности Андромеды. В любительские телескопы туманность выглядит как бледное пятнышко. Однако с помощью самого большого по тем временам телескопа с диаметром зеркала 2,5 метра Хаббл сумел различить в ней особые пульсирующие звезды – цифеиды. С их помощью он определил расстояние до туманности. Выяснилось, что оно намного превышает размеры галактики. Это означало, что туманность Андромеды находится далеко за ее пределами. И, вероятно, она сама является гигантской звездной системой, похожей на наш Млечный Путь. Вскоре были определены расстояния и до других галактик. Оказалось, что мир галактик простирается на расстояния в миллионы и даже миллиарды световых лет. Это открытие значительно расширило масштабы Вселенной в наших представлениях. А галактика Млечный Путь оказалась рядовой звездной системой, одной из многих рассеянных в космосе. В телескопы мы видим сотни миллиардов галактик самых разных размеров и форм. Однако крупные галактики, а мы живем именно в такой, чаще всего бывают либо эллиптические, либо спиральные. Согласно данным наблюдений, Млечный Путь относится к классу спиральных систем. У нас нет возможности увидеть нашу галактику со стороны, но мы можем построить либо ее модель, либо найти среди спиральных галактик такие, что похожи на нашу. Например, М-91 или М-ГС-1803. Узнать, как выглядит Млечный Путь со стороны, по-прежнему мечта любого астронома. Дальнейшее уточнение формы галактики позволило выделить в ней две основные подсистемы – плоскую и сферическую. Плоская подсистема – это диск, наиболее заметная часть галактики. Диаметр диска составляет примерно 130 тысяч световых лет, а его толщина – порядка тысячи световых лет. Однако возможно, что диск галактики все же не совсем плоский. Не исключено, что его края слегка изогнуты. Но эта деталь еще ждет своего уточнения. В диске галактики сосредоточены почти все ее яркие и молодые звезды, обрисовывающие спиральные рукава. Здесь же находится большая часть газа и пыли. Звезды в диске движутся вокруг центра галактики по траекториям, близким к круговым. Спиральные рукава начинаются не из центра, а от перемычки, также состоящей из звезд и газа. Эта перемычка называется пар. Но точное число спиральных рукавов галактики нам неизвестно до сих пор. Сколько их? Два или четыре? Астрономам еще предстоит выяснить. Хотя главных, по-видимому, все-таки два. Сферическую подсистему галактики составляют Балдж и Галло. Балдж — это утолщение в центре звездного диска. Он состоит из множества старых звезд. Галло — это сферическая система звезд и звездных скоплений размером около сотни тысяч световых лет. Звезды встречаются здесь реже, чем в диске. Зато здесь находятся самые древние объекты галактики — шаровые звездные скопления. Возраст этих реликтов — от 10 до 13 миллиардов лет. Они — ровесники галактики. Движение звезд в Галло сильно отличается от их движения в диске. Звезды и скопления в Галло движутся по сильно вытянутым эллиптическим траекториям. Звезды и скопления в Галло. Звезды и скопления в Галло. Говоря о галактиках, мы называем их звездными системами. Ведь именно звезды являются основными видимыми объектами галактики. Расположение звезд в Галактике определяет ее форму и размер. Движение звезд помогает оценить ее массу. За возраст Галактики принимают возраст ее старейших звезд. В нашей Галактике примерно 400 миллиардов звезд. Их общая масса — около 100 миллиардов солнечных масс. Отсюда следует, что большая часть звезд меньше и легче нашего Солнца. Чем больше масса звезды, тем больше световой энергии она излучает. Или, как говорят, тем выше ее светимость. Поэтому звезд высокой светимости в Галактике тоже меньше, чем звезд, похожих на Солнце, а также тусклых звезд-карликов. Галактика населена звездами всех возрастов — от сравнительно молодых до ее ровесников. Во многих старых Галактиках формирование звезд прекратилось миллиарды лет назад. Но в нашей рождении звезд продолжается. Об этом говорит наличие звезд высокой светимости. Срок жизни таких звезд всего несколько миллионов лет. Если в Галактике есть подобные звезды, значит, образовались они недавно. Вокруг большинства звезд обращаются планеты. Эта составляющая Галактики, хоть и мала по массе, но особенно важна для нас. Мы живем на планете и предполагаем, что жизнь может существовать только в похожих условиях. Первые планеты у других звезд, или экзопланеты, были обнаружены только в конце 20 века. Появление новых инструментов и новых методов обработки данных позволило обнаружить тусклые и маленькие объекты рядом с яркими звездами. Сейчас, благодаря космическим обсерваториям, таким, например, как Кеплер, Тесс или Гайя, уже открыты тысячи экзопланет. Предполагается, что всего в Галактике сотни миллиардов экзопланет. Миллиарды из них находятся в зоне обитания, то есть имеют необходимые условия для жизни. И ученые не теряют надежду обнаружить жизнь где-нибудь еще, кроме Земли. И звезды, и планеты формируются в огромных газово-пылевых облаках. Поэтому газ и пыль также очень важные компоненты в жизненном цикле Галактики. Наблюдать газ сложнее, чем звезды. Дело в том, что в оптическом диапазоне излучает только горячий газ, разогретый звездами. И тогда мы наблюдаем его в виде красочных туманностей, причудливых форм. Но большая часть газа для этого недостаточно нагрета. И он оказывается невидимым. Масса газа Млечного Пути оценивается в 10 миллиардов масс Солнца. Это примерно в 10 раз меньше, чем масса всех звезд Галактики. Состав газа — 70% водорода и 28% гелия. Оставшиеся 2% приходится на более тяжелые химические элементы. Масса пыли в 100 раз меньше массы газа. Однако именно пыль делает облака газа непрозрачными для видимого излучения. Газопылевые облака являются колыбелью для новых поколений звезд. В среднем каждый год в нашей Галактике из газа формируется несколько звезд. Поэтому количество газа в ней постоянно уменьшается. Правда, звезды постоянно теряют вещество в виде звездного ветра. В конце жизни звезды некоторая часть ее вещества в виде газа и пыли снова возвращается в межзвездную среду. Звезды, похожие на наше Солнце, сбрасывают только свои внешние слои, которые расплываются в пространстве в виде планетарных туманностей. Это одни из самых красивых объектов Галактики. Но масса их совсем невелика. Всего сотые доли от полной массы звезды. А вот самые яркие и массивные звезды заканчивают жизнь вспышкой сверхновой, взрывом, при котором в космосе рассеивается большая часть их вещества. Это вещество обогащает тяжелыми элементами газовые облака и служит сырьем для образования новых звезд и планет. Остатки таких вспышек мы наблюдаем и сейчас, например, в созвездиях Телец, Змееносец, Кассиопея. Однако масса всего газа, возвращаемого звездами в межзвездную среду за год, в среднем не превышает одной солнечной массы. Остальная часть газа остается навсегда погребенной в недрах белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. Но не все области нашей галактики доступны для наблюдений в оптическом диапазоне. И одна из таких областей находится в самом ее сердце. Как же узнать, что находится в центре галактики? Ведь он скрыт от нас облаками непрозрачной пыли. К счастью, в арсенале астрономов, кроме оптических телескопов, есть еще и инфракрасные телескопы. Для них пыль не является препятствием. Эти инструменты помогли установить, что концентрация звезд в центральной области галактики в сотни тысяч раз больше, чем в окрестностях Солнца. Там они находятся намного ближе друг к другу. В самом-самом центре галактики не видно никаких объектов. Но оказалось, что звезды движутся вокруг этого центра с очень большими скоростями. Такая высокая скорость возможна только при движении вокруг очень массивного тела. Согласно расчетам, масса этого объекта составляет примерно 4 миллиона масс Солнца при очень-очень скромных размерах. Единственный известный науке тип объектов, способный сконцентрировать такую колоссальную массу в столь маленьком объеме, это сверхмассивная черная дыра. Черные дыры не могут наблюдаться непосредственно, поскольку они не излучают никаких электромагнитных волн. Но их все же можно обнаружить по их гравитационному воздействию на близкие звезды и газ. Черная дыра, заставляя звезды стремительно двигаться вокруг нее, время от времени поглощает самых неосторожных из них, подлетевших слишком близко. В 2022 году ученым удалось почти невозможное. Они смогли получить портрет невидимки, радиоизображение ближайшей окрестности сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Яркое кольцо на изображении порождается излучением очень горячего газа с большой скоростью обращающегося вокруг черной дыры. Черный кружок в центре — это область, откуда свет до нас не доходит из-за искривления световых лучей мощным гравитационным полем черной дыры. Его условно называют тенью черной дыры. Размеры этой области всего 60 миллионов километров. А это в два с половиной раза меньше, чем расстояние от Земли до Солнца. О присутствии еще одного компонента Млечного Пути ученые долгое время даже не подозревали. До тех пор, пока не обнаружили аномалии в движении межзвездного газа на периферии галактики. Звезды и газ в диске движутся вокруг центра галактики. Чем дальше от центра находится звезда или облако газа, тем медленнее она должна двигаться. Однако измерения показали, что далекие от центра газовые облака движутся быстрее, чем ожидалось. Но такая скорость была бы возможна, если бы масса галактики была в несколько раз больше, чем масса всех ее звезд и газа вместе взятых. Но никаких объектов, которые так сильно утяжелили бы галактику, обнаружить не удалось. Значит, ее основная масса принадлежит какому-то несветящемуся и ненаблюдаемому веществу. Это вещество образует гигантское облако, простирающееся далеко за пределы звездного диска и звездного гало. Природа этого таинственного вещества, называемого темной материей, пока не ясна. И эта загадка одна из основных проблем современной науки. Но где же в галактике находится Солнце вместе с семейством своих планет? Солнечная система расположена на небольшом расстоянии от плоскости диска галактики. Рассматривая звездный диск изнутри, мы и наблюдаем его с Земли как млечный путь. Но находится Солнце не в центре, как считал Гершель, а примерно в 26 тысячах световых лет от него в малонаселенной области между спиральными рукавами. Один оборот вокруг центра галактики Солнце делает за 220 миллионов лет. За свою жизнь наша звезда успела совершить около 20 оборотов. А со времени появления на Земле человека прошла всего лишь сотую часть одного оборота. Из-за положения Солнца в диске галактики большая ее часть нам не видна. Мешает межзвездное поглощение света. И многие интересные объекты, включая яркие звезды, находятся от нас далеко. А что было бы находить Солнце в другом месте галактики? Например, в одном из главных спиральных рукавов. Яркие молодые звезды и места их рождения изучать здесь гораздо удобнее. Ведь мы оказались бы гораздо ближе к ним. Но это удобство имеет и обратную сторону. При большом количестве ярких светил периодически происходят мощные взрывы звезд, вспышки сверхновых. И тогда окружающее пространство заполняется потоками высокоэнергичных частиц и фотонов. Во время самых мощных вспышек на Солнце, способных вывести из строя всю электронику на нашей планете, выделяется в миллиарды миллиардов раз меньше энергии, чем при взрывах звезд. А центр галактики отсюда по-прежнему не виден из-за космической пыли. А если бы Солнце находилось вблизи центра, среди звезд Балджа, здесь звезды находятся намного ближе друг к другу, чем вблизи Солнца. И это в основном старые звезды, которые взрываются значительно реже. Ночное небо было бы плотно усеяно близкими и яркими звездами. Его освещенность была бы в несколько раз выше, чем на Земле в полнолуние. При такой иллюминации трудно рассмотреть тусклые окраины Млечного Пути. Слабые далекие галактики за его пределами в оптическом диапазоне также было бы сложно исследовать. Наша картина мира в этом случае долго была бы неполной. Но есть и более серьезные неприятности в таком расположении. Это опасная близость центральной черной дыры, если, конечно, мы окажемся слишком близко к ней. И даже если бы нам не угрожало непосредственное падение в черную дыру, само существование обитаемой планеты в непосредственной близости от такого объекта находится под большим вопросом. Давайте переберемся подальше от центра галактики, например, в Галло. Теперь мы находимся высоко над плоскостью диска. Отсюда открывается поистине грандиозный вид на спиральные рукава и выпуклый балдж. Вся галактика видна как на ладони. Недавно в Галло была обнаружена загадочная структура, получившая название «Пузыри ферми». Это гигантские области, расположенные симметрично относительно галактического диска и заполненные горячим газом с энергичным гамма-излучением. Наблюдения с помощью российско-немецкой рентгеновской обсерватории спектр рентген-гамма позволили обнаружить еще более крупное образование, полностью включающие в себя пузыри ферми. Горячий газ, наполняющий эти структуры, излучает в рентгеновском диапазоне. Астрономы связывают их появление с выбросом энергии из окрестности центральной черной дыры при вспышке активности ядра галактики. Образовались эти пузыри сравнительно недавно, пару миллионов лет назад. Примерно в это же время на Земле появились предки современных людей. Если бы Солнце оказалось в это время внутри пузыря, мощное гамма- рентгеновское излучение могло бы уничтожить жизнь на нашей планете. И даже атмосфера не смогла бы полностью уберечь нас от губительной радиации. Получается, что скучноватое на первый взгляд место Солнца в галактике самое удобное и безопасное для нас. И вполне возможно, что жизнь на Земле возникла не только благодаря уникальному сочетанию физических условий на нашей планете, но и благодаря не менее уникальному положению Солнца в галактике, куда почти не долетает эхо бурных событий, происходящих в разных ее областях. Однако, возможно, что наше тихое место в галактике не всегда было таким тихим и спокойным. еще в XIX веке астрономы заметили, что яркие звезды всего небосвода располагаются вдоль полосы, образующей большое кольцо. Это кольцо, получившее название пояс Гулда, наклонено к галактической плоскости под углом в 20 градусов. Одним из его первооткрывателей был астроном Джон Гершель, сын знаменитого Уильяма Гершеля. До недавнего времени считалось, что пояс Гулда представляет собой гигантский тор или бублик из молодых звезд размерами примерно 3000 на 1500 световых лет. Этот бублик расширяется со скоростью несколько километров в секунду. Кажется, что он образовался в результате какого-то мощного взрыва около 60 миллионов лет назад. Возможно, что Солнце не ощутило на себе заметных последствий этого события. Хотя динозавры на Земле вымерли примерно в это же время. Настоящие причины появления пояса пока не ясны. В него входят не только яркие звезды, но и области их формирования. Большая Туманность Ориона, Темная Туманность Конская Голова, Скопление молодых звезд Трапеция, Столпы Творения и другие. Однако кольцеобразная форма пояса может оказаться лишь оптической иллюзией при наблюдении с Земли. А в действительности он может быть частью куда более масштабной структуры, обнаруженной совсем недавно. Эта структура, получившая название «Волна Редклиффа», результат распространения гигантской волны в диске нашей галактики. Амплитуда, то есть размах этой волны, громадно, около 500 световых лет. Распространяясь, она сжимает газ на своем пути и стимулирует массовое рождение звезд. Такая волна могла возникнуть, например, при поглощении нашей галактикой своего спутника, карликовой галактики, которая при своем падении на Млечный Путь столкнулась с ее диском. Поглощение мелких галактик более крупными, галактический каннибализм – обычное дело в мире галактик. Возможно, таким образом сформировалась большая часть крупных галактик. В нашей галактике, благодаря работе Космической обсерватории Гайя, можно заметить многочисленные звездные потоки, пересекающие гало галактики в разных направлениях. Скорее всего, это следы разрушившихся шаровых скоплений или карликовых галактик небольшой массы, захваченных и поглощенных ранее. Самые известные спутники галактики – Магеллановые облака, Большое и Малое – хорошо видны невооруженным глазом на южном небе. Эти симпатичные галактики неправильной формы получили свое название в честь первого в истории кругосветного путешествия под предводительством Фернанда Магеллана. Но со временем и они могут стать частью Млечного Пути. Такие грандиозные по масштабам процессы, как слияние галактик, мы постоянно наблюдаем в далеком космосе. Из-за взаимного притяжения формы галактик искажаются до неузнаваемости, изменяются орбиты звезд и газовых облаков. Через несколько миллиардов лет нечто подобное произойдет и с нашей собственной галактикой, из-за ее сближения с туманностью Андромеды. Обе гигантские галактики сближаются со скоростью нескольких сотен километров в секунду. Тут уже трудно сказать, кто кого поглощает. Скорее, речь идет о слиянии двух грандиозных звездных систем. На что будет похожа новая звездная система? На Млечный Путь или на Туманность Андромеды? Скорее всего, не на одну из них. Вероятнее всего, в результате слияния возникнет новая гигантская система, в которой не сохранятся многие черты бывших галактик. Спиральные рукава, диски, перемычки. Но зато появятся какие-то новые. И так мы познакомились с нашим большим домом, галактикой, которую мы привычно называем Млечный Путь. Но в безграничной Вселенной множество разных галактик. И таких, как Млечный Путь, и совсем на него не похожих. Наблюдения показывают, что с течением времени галактики претерпевают изменения. Меняются их форма, размеры, светимость, химический состав, в них рождаются и умирают звезды. Галактики образуют скопления и сверхскопления, из которых и состоит наша Вселенная. Как возникла Вселенная и как она стала настолько разнообразной? С чего начался грандиозный процесс эволюции и что ждет Вселенную в будущем? Рассказу об этом будет посвящена следующая программа. Планетарий готов снова и снова знакомить вас с тайнами удивительного и грандиозного мира, в котором нам посчастливилось жить. в будущем. Редактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!